На канале РТВ и Международные новости я Сергей Кения. Здравствуйте! Величайшая охота на ведьм в отношении политика в истории Америки. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на новую волну обвинений в свой адрес, связанных с предполагаемыми контактами нынешнего президента и людей из его окружения с российскими деятелями. Накануне в Соединенных Штатах появился специальный советник по надзору за расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы. Им стал экс-директор ФБР Роберт Мюллер. А сегодня разгорелся новый скандал, фигурантами которого вновь стали советники Трампа и приближенные к любви люди. Агентство Reuters, ссылаясь на собственные сочники в Вашингтоне, сообщило о 18 ранее неизвестных контактах между Москвой и штабом миллиардеров в период, когда тот боролся за пост главы Белого дома. Комментируя эти обвинения в Твиттере, Дональд Трамп возмутился, сколько противоправных действий было совершено в ходе кампании его соперницы и Хилари Клинтон, и при администрации Барака Обамы, но никакого спецсоветника назначено не было. В Кремле, комментируя события в США, повторили оценку, данную накануне Владимиром Путиным, политическая шизофрения. Президент России так ответил на обвинения, звучащие в адрес его американского коллеги Дональда Трампа, который якобы передал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову некие секретные данные. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков аналогично отреагировал на назначение спецпрокурора для расследования связей с Москвой и другие обвинения. Поиски российского следа Песков назвал внутриамериканским процессом, добавив, здесь нечего комментировать. В этом контексте он лишь напомнил слова Путина о политической шизофрении в Соединенных Штатах, а на просьбу журналистов пояснить, что же имеется в виду, предложил заглянуть в словарь Ожегова. С советской шуткой на антироссийскую волну в американских СМИ ответил глава МИД Сергей Лавров. Министр сегодня наконец прокомментировал сообщение об абсолютно секретной информации, которую по версии газеты Washington Post ему передал в ходе встречи в Белом доме Дональд Трамп. Накануне Путин в шутку сделал выговор Лаврову, заявив, что тот этой секретной информацией ни с ним, ни со спецслужбами не поделился. Сегодня шутил сам глава МИД. Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известий», в которой нет правды. Путин ранее говорил также, что российская сторона готова опубликовать полную запись беседы Лаврова и Трампа в овальном кабинете, если американская не будет против. Сегодня представительница самого Лаврова подтвердила готовность Москвы предоставить стенограмму, прокомментировала Мария Захарова и публикацию в издании «Политику». Журналист Сьюзен Глассер заявила, что при прежней администрации США Россия добивалась аудиенции для министра иностранных дел у президента Обамы. Корреспондент издания «Политика» Сьюзен Глассер со ссылкой на, как всегда, некие анонимные, высокопоставленные бюрократы прежней администрации, то есть вообще непонятно кто, утверждает, что якобы с 2013 года русские буквально умоляли устроить для министра иностранных дел России Сергея Лаврова аудиенцию в Белом доме. Сьюзи, это ложь. По следам болотного дела Тверской суд Москвы вынес приговор участнику оппозиционной акции «Он нам не Димон», которая прошла в столице России 26 марта. Актер Юрий Кулий был признан виновным в нападении на сотрудника ОМОНа и получил реальный срок. Активиста отправили в колонию поселения на 8 месяцев за то, что тот, по версии следствия, в ходе несанкционированного митинга ущипнул полицейского за руку, чем причинил ему физические и моральные страдания. Прокурор требовал для Кулия два года решения свободы в колонии общего режима, но суд учел смягчающие обстоятельства, такие как извинения перед потерпевшим, отсутствие судимости, положительные характеристики и помощь, оказываемую фигурантом дела детям-инвалидам. Коротко о других важных мировых темах. Появилась статья, в которой рассказывалось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альвий Каримов эти данные опроверг, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не доверять информации об отсутствии гонений на геев, которую представил глава Чечни Рамзан Кадыров во время общения с главой государства Владимиром Путиным, нет оснований. Первое заседание нового правительства Франции в Пятой Республике на работу заступил Кабмин, сформированный под началом назначенного ранее премьер-министра Эдуарда Филиппа. В общей сложности в правительство вошли 22 человека, 11 мужчин и 11 женщин. Двое министров работали в нем еще при прежнем президенте Франсуа Ланди. Речь идет о Ник Жирарден, которая продолжит руководить Министерством по делам заморских территорий, а также о Жан Ивледриане, который руководил Министерством обороны Франции. Он сейчас возглавит МИД. В целом, новоиспеченный хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон выполнил обещание включить в правительство представителей как левых, так и правых сил. Однако этому Кабмину предстоит работать лишь чуть более месяца, до июньских выборов национальное собрание. По их итогам, сформированное сейчас правительство будет сразу отправлено в отставку. Умер солист группы Soundgarden и Audioslave музыкант Крис Корнелл. Как сообщает СМИ, известный американский рок-вокалист кончался в возрасте 52 лет, через несколько часов после концерта в Детройте в отеле MGM Grand Detroit. Его нашли на полу в ванной. В полиции сообщают, что причиной смерти музыканта могло стать самоубийство. Правоохранители не уточняют, почему они пришли к такому выводу, но говорят, что во время последних выступлений соответствующие признаки были налицо. Корнелл и Soundgarden – одни из пионеров стиля гранж. Певец также был известен мощным голосом, диапазоном в 4 октавы. Следите за событиями на Артевиа и моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова